Привет, ребята! Вот вы в комментах часто спрашиваете, почему нету видео с енотом Хайпом. А я вам скажу, все потому что последние видосики с ним набирали очень мало и просмотров, и лайков, и Хайп объявил такую себе забастовочку. Ну ничего, я с ним поговорил, уговорил его, и мы сняли уже с енотом полноценный видос в главной роли. Ну, ребята, вступление затягивать не будем, единственное, добавлю, не забудьте нажать колокольчик под этим видео, давно уже пора вливаться в движуху LifeToday. Ну, а мы начинаем. Сегодня, ребята, мы будем проверять реакцию енота на различные морепродукты, а в завершении всего этого Хайп встретится с гигантским живым осетром. Идея того, чтобы выяснить, как енот отреагирует на такую крупную рыбу, родилась во время семейного праздника, главным блюдом которого был фаршированный осетер. Конечно же, я никогда не забываю про Хайпика, поэтому взял один лакомый кусочек ему на пробу. Однако, на этом этапе произошел облом. Вместо какой-нибудь эмоциональной реакции, енот попросту проигнорировал рыбу. Скорее всего, отсутствие интереса объясняется специями, которые присутствуют в блюде в большом количестве. Ведь поверьте мне, еноты очень даже рыбоядные, а еще неравнодушны к различным морепродуктам. Не зря эти пушистики селятся возле рек и болот, поскольку их основным рационом в условиях дикой природы являются различные рыбки, лягушки и прочная живность, которую енотам так легко ловить на мелководье. В отличие от приготовленной рыбы, отсушеный Хайп никогда не отказывался. Даже более того, если такое лакомство попадет еноту в руки, то попробуй еще отбери. Вцепится крепко, даже если не хочет есть. Да и сырую рыбу Хайп очень даже обожает. Неоднократно он, кстати, был замечен за воровством свежей рыбы. Что ж, раз уж Хайпик совершенно не заинтересовался блюдом из рыбы, посмотрим, как он отнесется ко встрече с живым оситром. Кстати, это будет не первая встреча Хайпа с живой рыбой. Нечто подобное мы снимали чуть более года назад, тогда это были небольшие карасики. Еноты их довольно долго гонял по ванной, устроив нереальную рыбалку. Ну все обошлось без жертв и после знакомства с енотом рыбу выпустили обратно в пруд. Интересно, как Хайпик отнесется к другим морским обитателям? Как на них отреагируют? Сейчас проверим. Так сказать, подготовим енота к встрече с главным боссом. И первым конкурсантом в проверке реакции енота станут черноморские креветки. Эти ракообразные являются источником йода и кальция, которые необходимы и нашему организму, и тем более организму енота. Первым делом Хайпик все заинтересованно обнюхал, затем сделал каждой креветке массаж, некоторых он даже поцеловал и лишь несколько решил съесть. Но несмотря на живой интерес, большинство креветок Хайп просто вывалил из миски и разбросал по полу. Пока Хайпик играл с креветками, мы отправились на рыбалку, ну не просто на какой-нибудь водоем, где спустя несколько часов может и не удастся что-нибудь поймать, Авашан. И настроены мы серьезно, потому что привезли с собой аквариум, вмещающий 70 литров воды. Поскольку целью нашей рыбалки является по-настоящему большой сетр, то и аквариум для него нужен соответствующий, чтобы рыбе было максимально комфортно. Конечно же мы не стали везти его с водой, ведь в этом нет совершенно никакого смысла. Но где же можно в краткие сроки взять много литров воды для аквариума, спросите вы? Что ж, для решения этой проблемы воспользуемся специальным лайфхаком от Life Today и наберем нужное количество воды в уборной, на что только не пойдешь для создания новых лидосиков. Что ж, аквариум есть, вода есть, а это значит, что можно отправляться непосредственно на рыбалку. А пока мы заняты поиском осетра нужного нам размера, Хайпик вовсю готовится встретиться с еще одним морепродуктом, с мидиями. Эти удивительные морские существа относятся к моллюскам, а еще они богаты на такие микроэлементы, как цинк, марганец, медь, йод. Пока я тут перечислял, Хайп уже принялся обнюхивать моллюски и осматривать. Мидии вызвали у енота куда больше интерес, чем креветки. Здесь и ракушка довольно интересной формы, да и моллюск оказался крайне интригующим для енота. Если честно, мне и самому мидии нравятся гораздо больше креветок. Что интересно, одна из ракушек особенно приглянулась Хайпику. Он раз 10 оставлял ее лежать на полу, но постоянно возвращался, чтобы заново исследовать. Пока енот проверял на прочность ракушку мидии, пришло время для ловли осетра. В аквариуме тут же заприметили нужную рыбину. Да и осетер, судя по всему, не прочь поучаствовать в нашем видео, сам запрыгнул в сачок. Как ни странно, в пакете он долгое время сидел тихо, что не характерно для живой рыбы. В аквариуме с водой, которая находилась в тележке сразу за кассой, рыбе было вполне комфортно, так что нам осталось просто довести его до машины. Перекладываем аквариум в машину, и этот красавец уже готов ехать на встречу с Хайпиком. Кстати, чем он там сейчас занят? А енот без дела так же не сидит, ведь для него пришло время познакомиться с устрицей. Подобно мидиям, устрицы так же являются морскими моллюсками. Кстати, для получения суточной нормы минералов, человеку достаточно съесть всего 6 устриц. Те представители двухстворчатых моллюсков, которые есть у меня, носят гордое название финдеклер. А родом они из Франции, которая славится своим устрищным промыслом. Посмотрим, вызовет ли интерес настолько полезный моллюск у Хайпика. Но это еще не все. Чтобы продегустировать продукт, устрицу необходимо извлечь из ее плотного и твердого панциря. Берем толстый нож и слегка подеваем одну из творог. Внутри ракушки есть немного соленой морской воды, которая также является важным элементом в приеме пищи. Сбрызгивать лимонным соком, как принято, мы конечно же не будем, ведь нам интересна реакция Хайпа на этот продукт в чистом виде. Енот тут же принялся тщательно изучать французский морской деликатес, но без особого интереса. По всей видимости, генетика не позволяет Хайпу лакомиться морскими деликатесами. Ведь, как мы сказали ранее, привычной средой их обитания являются леса и места возле рек, болот, но никак не французские пляжи. По этой причине Хайп вытянул лапками моллюска из его домика и принялся играть с ракушкой. Как ни странно, она оказалась куда интереснее для Хайпа, чем сам пищевой продукт. Впрочем, изучив ракушку, енот все же немного потрогал лапками скользкого моллюска, но не более. Устрицы устрицами, а про гвоздь программы забывать не следует. Вот он момент истины. Изначально мы собирались переместить рыбу в подготовленную ванную, чтобы еноту было сподручнее с ней взаимодействовать. Но Хайп даже этого не дал сделать. И неудивительно, когда перед тобой такой большой осетр. Первым делом енот максимально сократил расстояние с аквариумом и стал с интересом осматривать его обитателя снаружи. Он даже попробовал поймать мирно проплывающую рыбу за хвост. Проворно забравшись на края аквариума, Хайпик начал предпринимать новые попытки поймать осетра, балансируя всего на одной лапе. Из этой позиции он и начал предпринимать все новые и новые попытки достать коварную рыбину. Наконец удобно разместившись, чтобы не мочиться полностью, енот принялся делать массаж осетру. Походу Хайп нашел себе нового другана. В один из моментов енот так увлекся рыбалкой, что аж с головой нырнул в аквариум. Я за него даже испугался на секунду. Чтобы обойтись без подводной охоты, мы все же переместили осетра в ванную и знакомство продолжилось. Аккуратно забравшись в ванную, енот продолжил с интересом ощупывать осетра. Да впрочем и сама рыба не пыталась уплыть от внезапного друга, а оставалась на месте и изредка плеча хвостом. Хотя изрядно намокнув, енот решил сбежать из ванной, чтобы обсушиться. Что ж, реакция енота на встречу с такой гигантской рыбой вживую оказалась поистине интересной. Что ж, еноту пора обсохнуть после таких приключений. А вам, ребята, все пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok